Начинаем выпуск с главной и самой обсуждаемой сегодня темы, аномального до конца апреля снегопада. Сегодня утром он едва не парализовал столицу Чувашия. О том, как это было, Ольга Пырочкина. Для тех, кто смотрит наши новости, нынешняя непогода не стала сюрпризом. Еще вчера днем, ссылаясь на интернет-портал «Погода21.ру» и «Гесметио», мы рассказывали, что к Чебоксарам приближается то, что синоптики называют снегопадом века. Однако сегодня утром столицу Чувашии ждал транспортный коллапс. Многие не смогли вовремя добраться на работу и учебу. Уверена, руководители коммунальных служб тоже смотрели сводки погоды и наши новости. У того, что метель застала, Чебоксары врасплох есть свои причины. Особенности в том, что подряды на зимнюю эксплуатацию дорог уже закончены. Они до 1 апреля действовали. Сейчас большинство техники переведено на весенне-летний период эксплуатации. Поэтому есть определенные трудности. Тем не менее, на улицах работает и будет работать всю ночь около 150 единиц техники. Столичная администрация сообщила, что ее количество будут наращивать. И полторы тысячи рабочих. Усложняют уборку и дорожную ситуацию в целом автолюбители, которые выехали в город на личном транспорте. Только к обеду сообщалось уже о 100 авариях. Так что 20 апреля войдет в историю и как день жестянщика. Сложности были не только на городских дорогах. Вот что передавал наш корреспондент с трассы М7. Вот он, снегопад века, делает свое дело. Пробки трассы М7. Сегодня 20 апреля 2017 года. Легковушки еще более-менее как-то поднимаются. А вот грузовики совершенно уже не пытаются подниматься. Они как встали, так и встают. Все события сегодняшнего дня нашли отражение в лендах соцсетей гаража. Люди выкладывали заснеженные апрельские улицы, свои утренние приключения по пути на работу и шутили. Ничего не знаю, пора сажать картоху. Ощущение зимы создавал не только снегопад. Дедушка Мороз, какое число сегодня, а, негодник? Ох, наверное, забавят у меня 20 декабря, наверное. Так нет, апрель. Ох, апрель, да, говорите? Дедушку видели в разных частях города. Подарки он не раздавал, но водители явно были ему рады. Ох, давай! Кстати, судя по прогнозу, дедушка может гостить дальше. Снегопад будет до ночи, а слабый снег продолжится и завтра. Не слыхали? Весна меньше будет, нет? Не будет. Никогда не будет. Впрочем, если верить тому же гесметио, весна все-таки будет. Так, в следующую среду, 26 апреля, по прогнозам, плюс 14. А в пятницу, 28 апреля, вообще все плюс 19 градусов. Ольга Пырышкина, Александр Петров, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok